В общем, давайте начнем. Сегодня у нас будет лекция по базам данных, по тому, как работать с Java, с базой данных. Отметьте на портале, в конце пошлете нам обратную связь. Как обычно, все, переключаемся на ветку лекции номер 6. Так, да, мы сегодня с вами будем использовать базы данных. Мы для вас их подняли, на самом деле, на сервере, который здесь вот указан. Да, еще я вам чатик посылал. Если у вас не получается туда достучаться, вам придется поставить базы самим. Вот если у вас сейчас не получилось, я к вам еще на перерывы подойду. У кого получилось? У кого сейчас, кто может подключиться к базе данных, какой-нибудь через PSQ? Ты какой можешь? И к своей? Ты сам ее поднял? Все, хорошо. А у тебя Linux или Windows? Что у тебя? Ubuntu. Ну, короче, я думаю, ты можешь написать в чатик, как это делать в Ubuntu. Там буквально пару команд, я думаю, создать Create User и Create DB, да, есть? Вот. А у тебя чего? У меня просто через SudoSum, PSQL, и оно все равно. SudoSum, PSQL на базу, которую мы подняли, да? Оно открывает консольку PSQL, и в ней просто прописываешь Create DB и одно пробежье. Да, у тебя Windows, да? У меня Linux. Ну, ладно, короче, вот эти команды напишите в чатик, чтобы другие гримы помогли. В общем, помогите друг другу. Какое-то время у нас еще не будет нужна база данных, а через 10 минут уже будут нужны. В общем, давайте, сделайте это. Значит, мы будем использовать базу данных Pastgres. Почему именно Pastgres? На самом деле много баз данных разных, традиционных. Просто Pastgres, она как-то традиционная в России, очень популярна. Ну, это просто очень хорошая, вполне себе, продакшн, рейди и база данных. Намного не используется. В Mail.ru мы ее использовали. Ну, в общем, да. IP, значит, сервер, на который ходить, если у вас все это работает, здесь указан. PSQL, что такое PSQL? Так, просто, чтобы вспомнить, это клиент базы данных. Клиент базы данных. У нас есть сервер базы данных, клиент базы данных. Если вы поднимаете сервер у себя локально, то вы ходите, соответственно, с помощью PSQL на Localhost. Да, или там 127.001 вместо вот этого вот IP. Что значит, что это клиент базы данных? Значит, вы через него заходите, как бы удаленно на базу данных, и можете там писать в SQL, получать результат. Я сейчас пример покажу сразу. Вот мы для вас поднимем здесь базы данных. Я туда захожу под неким пользователем, скажем, я Atom50. Некий секретный пароль. Попадаю туда, и что я могу делать? Вот, собственно, PSQL довольно удобная штука. Здесь есть команды, которые позволяют много чего узнать по поводу того, какие там базы есть, какие там есть схемы, какие есть таблицы. Ну, во-первых, чтобы выйти, да, это такой, ну, в общем, все эти команды указаны здесь. Я вам просто сейчас базу покажу. Я, например, хочу посмотреть, какие у них вообще есть таблицы, да? Вот так вот делаю. DT, describe tables, я думаю, это значит. Звездочка, значит, во всех схемах. Там точка, то есть в схеме у нас есть таблица. Во всех схемах посмотреть таблицы. Что такое схема, кто понимает? Что такое схема, что такое схема, что такое схема? Что такое схема? Короче, у нас есть какие, какие сущности в базе данных, например, в PASG SQL. Есть база данных, собственно, да? У нас здесь база данных, какая база данных? Как она называется? В этом примере. Кто может сказать? Да, chatDB, нижнее подчеркивание 50. Мы когда подключались с помощью PSQL, мы ее указывали. Мы подключаемся к такой-то базе данных. У вас у каждого из них своя. У каждого своя база данных. Ладно, внутри нее не могут быть несколько схем. Это как бы в каком-то смысле namespace, да? Который внутри себя содержит таблица. Вот и все. Ну и та схема, которая нас будет интересовать, будет называться chat. Соответственно, у меня уже там есть, эта схема уже существует, там есть некие таблицы. Если у вас их нет, ничего страшного, мы с вами их сделаем. Ну вот, то есть, в схеме chat у нас есть две таблицы. Message и User. У нас про это будет сегодняшний пример. Давайте, как извлечь оттуда все записи? Кто может сказать? Как извлечь оттуда все записи? Да. Понятно, что это select, звездочка, is. Что там дальше писать? From, потому что, да, ведь? Чего мне не сказали ничего про From? Там ничего нет. Ну, короче, как посмотреть все схемы? Узнали. Как сделать запрос? Понятно. Можно посмотреть описание конкретной таблицы, да? То есть, посмотреть схему таблицы. Схема в другом смысле. Что за таблица? Message, да? Наговорим. D+, chat, и там, например, тот же самый message. Ну вот. Какие там есть поля, какой у них тип. Не все у меня влазит на экран, потому что вы выглядите немножко криво, но я думаю, вы у себя можете посмотреть, да? У нас здесь есть некое ID поле. У нас есть ID пользователя. Это сообщение, которое принадлежит к кому-то пользователю. У нас есть время создания и, собственно, само сообщение. Ладно. Так, сначала вкратце поговорим про SQL-баз данных. Сейчас немножечко, чтобы вспомнить. Зачем использовать базы данных? Зачем? Почему нельзя просто все в памяти хранить? Ну, перед вами же говорили. Ну да, то есть в памяти, потому что мы забудем после следующей, после закрытия программы и открытия заново. А если… Ну да, 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 все верно. Да, а если, соответственно, будем хранить в эти данных, то мы даже после нового запуска, поднятия, скажем так, нашего чата, сможем все равно остановить его историю. Ну да, то есть, собственно, база данных нужна вам для того, чтобы сохранять данные между запусками программы, в первую очередь. Первое, ничего нам нужно. Ну, мы с вами делали чатик, он был немножко глупый, потому что он ничего не сохранял, чатик упал, все данные потерялись, все сообщения потерялись. Мы хотим прикрутить к нему базу данных. Поэтому, собственно, и будет сегодняшняя задача. Ну и здесь вот пару слайдов, которые сравнивают разные варианты, как вообще можно данные хранить. Да, мы сказали, что есть вариант в памяти, это то, что здесь написано по словам RAM. Можно хранить в файле, да, и можно хранить в базе данных. Ладно, чем… Почему файл нехорошо хранить? Почему нельзя просто взять и файл писать? Ну да, то есть для того, чтобы структурировано и как бы хорошо хранить данные в файле, нужно какие-то дополнительные действия предпринимать. Например, какой-то формат файла поддерживать. Более того, когда вы пишете файл, он, возможно, лочится. То есть вы не можете туда достаточно из большого количества потоков одновременно писать. Это просто неэффективно, это сложно, неудобно. Ну, то есть файл для совсем простых решений. Соответственно, с вами будем использовать нормальные решения, база данных. Так, ну здесь такие краткие характеристики того, чем база данных отличается от файла. Я думаю, вы и так это все понимаете. Если есть вопросы, то спрашивайте. Некое синтетическое определение того, что такое база данных. Отпустим. Ну да, база данных, естественно, будет разная. Мы с вами будем общаться с революционной базой данных. То есть ничего особо сложного выдумывать не будем. Самый стандартный способ для того, чтобы просто хранить данные. Ладно, что такое транзакция? Что значит, что такое транзакция? Сначала базовые терминологии. Ну, мы, конечно, на прошлом занятии не задали. Да, но люди на ютюбе, у них не было прошло занятия, поэтому давай. Еще раз. Что такое транзакция? Зачем нужна транзакция? Зачем вообще есть такое понятие? Я бы назвал это транзакция, это операция и ее свойства. Да, то есть это вроде как операция с некоторыми свойствами. Да. Какими свойствами? Вот они здесь написаны в принципе. То есть это misty, consistency, isolation, durability. То есть в принципе, если не углубляться, то это значит, что мы не просто хотим сделать какую-нибудь запись или чтение с базы данных, или апдейт какой-нибудь базы данных. Мы хотим сделать это с какими-то гарантиями. Ну, то есть гарантии вроде. Мы хотим сделать такую запись, которую потом другие увидят. Эта запись не потеряется. Или там, мы хотим сделать, не знаю, набор операций с базы данных, при этом мы не хотим промежуточное состояние никому показывать. Потому что эта операция еще не сделана, пока не сделаны все внеоперации. То есть мы хотим, чтобы это было атомарно, консистентно, чтобы все данные сохранялись и тому подобное. Транзакция — это в принципе не такая простая вещь. Тут есть много разных видов транзакций, в принципе. То есть вот эти вот все четыре свойства, они не просто бинарные, то есть есть или нет. Например, есть разные уровни изоляции транзакции. То есть про это лучше почитать, сейчас это обсуждать не будем. У нас курс не про базы данных. Да, будем использовать пасгрисской, это я уже говорил. Так, ну тут тоже несколько слайдов про базовый синдекс. Синдекс, в принципе, это обычный синдекс из SQL. Если вы не знаете, не помните его, то просто используйте это как референс. Собственно, вот этот код мы с вами будем исполнять сегодня. То есть можете отсюда его примерно копировать. Ну, это плохой пример. На следующем слайде будет хороший пример. То есть вроде как как мы с вами про чатик говорим, да? У нас в чатике есть пользователи и сообщения. Какие-то две базовые сущности. Ладно, как создать базу с юзерами, да? Ну, надо просто подумать о предметной модели. У нас что, есть юзер. У юзера есть что? ID. ID — это его идентификатор. То есть здесь это вроде как праймарики в таблице юзера, да? Ну, у него есть имя какое-то там, скажем, до 20 символов. И, в принципе, все. Про пользователей у нас больше ничего нет. У нас очень простой чат. Да, мы все это складываем в схему чат. У нас будет отдельный имспейс для нашей задачи. Ну, и тот SQL, который мы вот здесь обсуждаем, в принципе, можете посмотреть, у нас есть в проекте. Вот открываем лекцию 6. У нас здесь есть ресурсы. В ресурсах есть папочка SQL. Итак, у нас есть папка ресурсов из SQL. И там есть, собственно, описание нашей схемы данных. Вот когда в лекции написано там схема 1.simple.sql, значит, идем сюда и смотрим этот код. Вот здесь, в принципе, просто код создания баз. Код создания таблиц, вернее, для базы. Создание таблицы юзера, создание таблицы с сообщениями. И потом две следующие схемы. Их просто улучшают, добавляют туда констрейнты. Что такое констрейнты? Что такое констрейнты? Никто не знает, что такое констрейнты. Ну, те ограничения, которые мы накладываем на данные. Например, мы хотим, чтобы какие-то данные у нас в таблице, хранящиеся, были всегда не ну. Все записи в каком-то поле были не ну. Вот, соответственно, not ну — это констрейнт. Там более сложный констрейнт — это ID. ID — это, в принципе, набор констрейнтов, да? Уникальность, не нулевость. Ладно. И третье, что мы добавим в баз данных — это, собственно, наличие транзакций, на самом деле. То есть, если так вкратце пробежаться по этим вот трем нашим скриптикам, то чем они отличаются? Тем, что в третьем у нас есть транзакция. Как она в голом SQL выглядит? Мы в начале SQL пишем, в начале нашего некоторого запроса, в котором должен быть транзакций, пишем begin, в конце пишем commit. Значит, здесь транзакция начинается, потом все вот это выполняется от омарной со всеми гарантиями транзакции. И вот здесь вот эта транзакция заканчивается. Понятно, да? Так, CRUD просто, чтобы было понятно, что подразумевается. Базовая операция с базой данных, да? Базу данных можно вставить, можно оттуда извлечь данные, можно их обновить, можно их удалить. В принципе, это просто методы SQL, да? Ключевые слова SQL. Все это вместе подразумевается под CRUD, там, не знаю, CRUD интерфейс. Это интерфейс, который позволяет вот такие операции сделать с базой данных. Так, ну, это пример селекта, думаю, вы его понимаете. Пример инсерта, можете смотреть сюда, если не помню, как это делается. Пример делита. Про constraint уже поговорили немного. Это тот самый, который мы смотрели, который называется схема 2 constraints. Это некое такое объяснение на пальцах того, что это транзакция. Мы с вами уже поговорили. Собственно, да, транзакция начинается с begin, заканчивается на commit. И вот третья схема, это, в принципе, та, которую мы с вами будем использовать. Вот если у вас уже есть база данных, вы можете сейчас вот этот SQL исполнить и накатить эту схему к себе на базу данных. Кто понимает, как это сделать? Ладно. Сейчас я посмотрю, есть ли это дальше лекции. Думаю, нету. Но смотрите. Вот вы можете уже использовать PSQL для того, чтобы подключиться к базе данных. Напишите PSQL, куда подключиться, в таком духе. Соответственно, вы можете не просто подключиться, а можете просто через PSQL выполнить какой-то скрипт. Просто сказать, PSQL выполнить скрипт. Это делается так. Кажется так. Я сейчас могу ошибиться с ключом. То есть вы должны взять адрес, ну, то есть взять этот файлик, сказать, выполнить этот файлик. Я на самом деле выполняю просто shift-cmdc, копирую путь. Я думаю, что здесь есть что-нибудь типа скопировать путь, copy-pass. Думаю, это он, да, copy-pass. И вот здесь просто полный путь вставляется. И попробую сейчас накатить. Не F. Эх, надо вспомнить. Кто знает, какой там ключ для того, чтобы исполнить файл? Потому что посмотреть. Нет, можно через интерактивный режим, конечно, тоже. Но зачем? Давайте посмотрим, в принципе, почему бы нет. файл. минус F файл, по идее, все правильно. Нет, по идее, все правильно. Минус F просто... Что у нас тут не так-то? А, потому что... А, потому что... Ну да, теперь все верно. Ну, то есть... Сейчас еще раз разберем эту команду. PSQL. Пожалуйста, на таком-то хосте. То есть, обратись к базе данных, находящейся на таком-то хосте. Если вы локально подняли, там будет 127.01, да? Под таким-то пользователем... Пароль, я уже не помню, что это конкретно значит. Иди в такую-то базу данных, чат.db.atom.50, и выполни такой-то SQL, который находится в этом файле. Понятно, да? Дальше. Соответственно, когда вы выполнили этот скрипт, вы можете подключиться, как мы это с вами делали, и посмотреть, что у нас эта база создалась, да? Ну, я все это уже делал. Собственно, вот я сделал select на чат-месседж. Если вы его сделаете, то вы увидите, что эта таблица есть, и что она пустая. Вот. Проверьте это, пожалуйста. Если нет, то что-то у вас пошло не так. Тогда спросите, я вам помогу. Дальше. Ну, это мы сейчас с вами просто так создали базу, просто ее с помощью SQL скрипта выполнили. На самом деле, естественно, мы хотим работать с базой данных из Java. И в Java, соответственно, есть API для того, чтобы работать с базами данных. Есть низкоуровневый API, который называется JDBC, Java Database Connectivity. Есть более высокоуровневые штуки. Например, есть, не знаю, API, которая встроена в Java SE. Думаю, что она в SE. Называется Java Resistance API. Мы с вами посмотрим сегодня на оба. Высокоуровневая API, но тоже работа по RGDBC. То есть, поэтому мы так с вами вкратце пробежимся по тому, как вот JDBC работает для начала. Ну, соответственно, так, совсем на верхнем уровне как. Так, у нас есть Java-приложение, да, наше. Оно использует некое API. Ну, то есть, просто, не знаю, там, стандартные библиотеки используют какие-то классы, которые находятся, которые отвечают за Java Database Connectivity, да, потому что здесь написано JDBC. Это generic interface. В том смысле, что у вас могут быть разные базы данных, да. Не одна же такая пазгрицкая бывает, бывает разная база данных. Вообще, бывают разные источники данных. И они абстрагируются с помощью разных JDBC драйверов. То есть, как это будет выглядеть, мы с вами будем просто подключать разные версии библиотек, которые будут разными JDBC драйверами. Если мы сейчас с вами посмотрим код, который мы имеем. Смотрите, build.gradle. Тут наша библиотека подключается. Тут все по-старому, кроме одной строчки. Здесь написано compile group passgreSQL. На нем passgreSQL. Это, собственно, и есть passgreSQL драйвер. Сделали бы другой драйвер, могли бы подключаться к другой базе данных. Скорее всего, без любых изменений. Можно там mySQL сделать или h2 еще что-нибудь. Да. Показать свой build.gradle просто сейчас не собирается. Не собирается? Какой ошибка? Вот build.gradle. Он просто поднимается на уровень выше. Ну, будто бы нет его build.gradle, папаша. Хотя содержимое все тоже. Смотри. Сейчас я уточню, что ты имеешь в виду. Вот ты должен зайти в лекция 0.6, да? Да. Потом ты говоришь gradle. Clean build. И после этого у тебя какая-то ошибка? Или что? Дело в том, что не было в папке даже gradle. Ладно, все понятно. Нет папки gradle. Сейчас я ее добавлю. Во-первых, сделайте gitpool, потому что мне кажется, честно говоря, что она там есть. Да, в шестой лекции. Да, в шестой лекции. Сделай gitpool. Хотя, видимо, просто старая версия. Там была такая проблема, но я ее давно уже устранил. Если что, скопирую ее из лекции 5. Просто всю папочку gradle. В папочке gradle лежат внутренности gradle. То есть, джар лекции и настройки. Ладно. Собственно, как использовать интерфейс GDBC? Тут есть пример на слайде, но давайте сразу в коде посмотрим. И вообще сначала так вспомним, о чем наше приложение. Это чатик, да? У нас здесь есть как обычный чат application, точка входа. Здесь ничего нового. Потом у нас появились три такие сущности, которые называются контроллер, DAO и модель. Давайте сначала так вкратце поговорим. Помните, мы с вами обсуждаем, что есть такая модель, вернее, что есть такая концепция MVC, да? Это вроде как про то, что у нас есть модель, уровень модели, у нас есть уровень контроллера и есть уровень view, да? На это можно еще другую такую довольно простую концепцию наложить, что у нас есть такая сущность, как сервисы. Мы с вами, когда про Spring говорили, мы уже говорили, что у нас есть сервисы. То есть, вроде как, не знаю, любой класс, который отвечает за какую-нибудь такую обособленную функциональность, в принципе. То есть, например, у нас есть чат-контроллер. И это просто точка, в которой мы принимаем запрос. Мы не хотим там никакую логику писать, а логику мы переносим в сервисы. И вот у нас здесь есть чат-сервис. А, сервис у нас здесь нет, да, действительно. Мы его здесь опустили, потому что у нас очень простая логика. И сейчас мы вводим еще одну сущность, что называется data-access-object. Здесь посмотрите, здесь вместо сервиса есть data-access-object. И вот мы здесь это назвали папочкой DAO. Что называется data-access-object? Это, собственно, объект, который представляет доступ к базе данных. Например, вот у нас есть юзеры. Что такое юзер DAO? Ну, в принципе, это crude интерфейс. Да? То есть, что это значит? Просто класс, в котором все полезные на методов спокдан объявлены. Если бы нам нужны были какие-то другие, например, не знаю, получить пользователя по имени. А, здесь есть такое. Получить по имени. Вот мы сюда добавляем получение по имени. Еще какую-то более сложную логику. Не знаю, например, извлечь всех пользователей, которые писали там сообщения последние, не знаю, 10 дней. Это тоже было бы на уровне DAO. То есть, это такой объект, который предоставляет нужные нам разумные методы для работы с базами, с источником данных. Ну, мы здесь еще выделили некий общий интерфейс, потому что и для юзера, и для месседжа у нас, в принципе, одни и те же методы были, по крайней мере, некоторые из них. Да, типа, get all — это как select звездочка, да, примерно написано. Просто хотим извлечь все данные такого-то типа из баз данных. Ну, тут можно написать какие-нибудь get all с условием, да, ну, и вставить. Ладно, теперь как мы, собственно, в этой схеме будем использовать GDBC? Во-первых, кто помню, что такое DAO, да? Потому что DAO — это довольно популярная концепция. Так, на базовом уровне это концепция именования. Просто мы те объекты, которые нам предоставляют логический доступ к источнику данных, называем DAO. Ну, я думаю, что это некий паттерн. Честно говоря, я никогда не говорил такое слово-существление, как DAO-паттерн. В принципе, это паттерн, да. Ну, да, думаю, на самом деле это просто есть такой паттерн. Ладно. Теперь как мы используем GDBC в этой схеме? На самом деле просто в какой-то момент мы должны проинициализировать некое… каким образом мы будем подключаться к базе данных. Вот мы вот это должны в каком-то месте сообщить. Мы это сделаем просто. В блоге статической инициализации некоторого класса, который у нас будет за подключение к базе данных отвечать, просто напишем, что мы хотим загрузить вот этот вот класс. Класс драйвера загружаем, и все автоматически начинает работать с базой данных. То есть после вот этого мы можем работать с базой данных. Через какой интерфейс? Через драйвер-менеджер. Ну, если посмотреть просто набор статических методов разных, мы можем получить подключение к базе данных в любой момент времени, потому что статические методы. И потом сделать какой-нибудь запрос. Значит, сразу пример, как мы это делаем. Вот, скажем, мы хотим достать всех юзеров из нашей базы данных, да? Это user.dao.getall, правильно? Как мы это делаем? Мы создаем connection с помощью db-connector get-connection. Это что у нас такое? Это вот мы через драйвер-менеджер просто создаем connection. Туда нужно передать как параметры. URL, по которому мы туда идем. Ну, просто у URL есть некая специальная структура. Если вы на нее посмотрите, то там вначале там слово gdbc, и потом пишите, ну, тип драйвера, да? Вернее, тип протокола. У нас протокол называется postgres. Coil. Потом хост, на который вы идете. Потом порт. Название базы. То есть, в принципе, это все то же самое, что когда вы делаете запрос через psql, да? Ну, только в программном ходе, просто строчку некую собираете, и вот это будет строка, по которой вы будете ходить в эту базу данных. По этим данным вы можете получить некий объект connection. Возвращаемся. Вот этот объект. Потом он может взять некий statement и передать туда query и сказать, выполни его, пожалуйста. Что это за query? Потому что это просто строка на самом деле. Select, звездочка, from chat user. То есть, на высоком уровне это как? Мы обращаемся к драйвер-менеджеру, получаем оттуда некий объект connection, у него получаем некий объект statement, и выполняем на нем стринговый запрос, в принципе. Вот такая, на самом деле, незамысловатая API, да? Кто не понял идею? Ну, здесь все это сжато до очень... В общем, только то, что нужно понимать в этом интерфейсе. То есть, весь секрет заключается в том, чтобы, во-первых, добавить в класс пас нужный драйвер, да? Ну, просто добавить в библиотеку, которая называется postgrescoil. Потом мы загружаем этот драйвер через класс for name. Ну, потом создаем некие уже объекты gdbc, типа connection, и просто в какой-то момент говорим, сделай такой-то запрос, и это строка. Вот и все. Кому здесь что-то не нравится? Кто может сказать? В таком подходе. Что здесь плохого, видите? Так просто сразу, может, вы видите что-нибудь плохое. Представьте себе, что вы пишете большое приложение, и вам нужно вот так вот все время делать. Видите какие-нибудь минусы? Например, вам нравится, что вам нужно писать вот такие вот строчки? То есть, просто писать в стрингу SQL и исполнять его. Как вы думаете, это хорошо или нет? Скажите нет. Нет, это нехорошо. Ну, потому что, ну, вы понимаете, если у вас такое большое приложение, то у вас, во-первых, может быть много баз, у вас может быть, не знаю, много таблиц, может быть, не знаю, много вязей разных таблиц, там, со временем они, не знаю, изменялись по какой-то причине. Просто там вы внесли какие-то изменения в базу, добавили поля, и вам все время нужно об этом думать. Вот у вас есть такие строки, и как вы как бы поймете-то? Ваши вот эти строки, они актуальны или нет? Они пока не исполнятся, вы даже не узнаете, работают они или нет. То есть, некий такой string-driven development, это очень неудобно. Но GDBC — это низкоуруневая API. То есть, оно вот такое вот. Поэтому им не особо любят пользоваться. В принципе, в небольших приложениях, и когда вы, не знаю, хорошо представляете свою доменную модель, хорошо контролируете свою базу данных, и вы знаете, там, не знаю, схема не меняется, то, в принципе, почему бы не использовать? Некоторые люди предпочитают голый SQL. Кстати, SQL сюда вот и все. Да, такие основные сущности. Наше приложение. Далла модель DB Connector. Там дальше будет несколько слайдов про детали GDBC. В принципе, нам с вами не обязательно в них разбираться. Мы с вами больше будем фокусироваться на GPA, на более высокорвенном API. Но если вам интересно, то вы читайте. То есть, например, какие типы данных есть в GDBC? Так, по GDBC мы с вами практику делать не будем, но у вас будет домашнее задание. Если захотите, с дополнительной балмой можете это сделать. Мы с вами лучше потратим время на практику по GPA. Какие основные выводы? Есть такой GDBC. Центральный биск на активите низкоуровневый API. В принципе, оно довольно простое, но там вы работаете со строками. В строке пишите SQL просто, и вот он как бы исполняется. Все, что вам нужно, чтобы это работало, вам нужно драйвер подключить и инициализировать его. И все.